Так, опять понеслось, что украинцы нацисты. И вот это волнами это все идет. Давайте сейчас просто определение нацизма, определение национализма. Я не являюсь ни нацистом, ни националистом. Я не забираюсь быть адвокатом их там, или прокурором им. То есть я просто говорю текстбук, да? То есть как по-книжному написано. Нацист, да? Национал-социализм. Это от немцев пошло во Вторую мировую. То есть, кто такие нацисты? Сейчас это как принято считать, без привязки к немцам. Это люди, которые считают, что их нация, она выше других. И должна превалировать над другими. То есть, понятно, да? В отличие от национализма, где человек националист, он предпочитает свою нацию всем остальным. Но, подразумевая, что остальные нации вольны там национальности развиваться ровно так же, как и его. Просто я там больше люблю русских, или украинцев, или немцев. То есть, немецкий националист, украинский националист, еврейский националист. Понятно, да? То есть, человек, который предпочитает свою национальность, свою нацию, без ущерба для других. Это националист. Нацист тот, кто считает, что вообще всех остальных должны либо рабами быть его нацией, либо вообще с лица земли исчезнуть. Теперь объясните мне, пожалуйста, исходя из этих двух определений нацизм, национализм. Как украинцы могут быть нацистами? У нас прямо сейчас еврей, Зеленский, президент. То есть, нацисты или националисты. То есть, украинцы даже не националисты. Я вот об этом говорю. То есть, там до нацизма вообще, как до Киева на четвереньках. Но даже не националисты. Потому что националисты, если бы у нас было абсолютное большинство националистов, то уж точно как-то выбор бы состоялся среди там украинцев этнических. Понятна логика, да? То есть, не может националист выбирать себе в президенты другую национальность. Тем паче, если нацисты, у которых вообще антагонизм нацизму, это там представители арийской так называемой расы, это сионисты, там евреи. Сионисты нет, но евреи. Так ладно, президент выбрали. 73% голосовавших украинцев выбрали президента еврея. Не украинца, а еврея. Ну, могли там русского выбрать еще. То есть, это явно говорит о том, что никакие не мы. Мы украинцы, не националисты. Опять же, я мать русская, отец украинец. У нас сейчас во время войны главнокомандующий русский, сырский, родившийся в России русский, этнический. Его совершенно спокойно ставят на пост главнокомандующего. Верховный главнокомандующий, который во время войны у нас, Зеленский, еврей, да? Он ставит на пост главнокомандующего, этнического русского, родившегося в России. А кто у нас министр обороны сейчас, на данный момент в Украине? Крымский татарин, родившийся в Узбекистане, умерал. Ну, ну, есть что, у нас какие-то возмущения, там, ладно, скажите, там, это, Зеленский все понаставил себе, там, расставал своих. Кто-то возмущается у нас по этому поводу. Кто-то подозревает сырского о том, что он недостаточный патриот Украины, там, или умерал, там, я не знаю. Есть какие-то майданы по этому поводу поднялись. Вы понимаете, что невозможно, то есть, как-то это белое с горячим смешивает. Украинцы, нацисты. Ну, шиза. Опять же, в этом Ядвашеме, блин, по-моему, третья-четвертая нация праведников, которая больше всего евреев спасла во Вторую мировую войну, там, после поляков, после Нидерландов, по-моему, это украинцы. В разы, там, на порядок превышающее количество украинцев, спасших евреев, относительно русских, допустим, спасших евреев, или белорусов, спасших евреев. Ну, белорусов, допустим, мало просто по количеству было людей. Но россиян-то дофигас русских. Как у вас в голове это помещается, что украинцы нацисты? При евреев-президенте, крымском татарине министре обороны и русском главнокомандующем во время войны. В общем, боритесь со своими шизоидными какими-то. И, ну, я даже, может, кто-то это целенаправленно вбрасывает на здоровье. Но давайте же как-то, хотя бы украинцы, мы на это не вестись, правда. Ну, нафига. У нас совершенно политическая нация. Ты признаешь украинскую культуру, ты признаешь украинский язык дырнажавную, мовую, да, но при этом не запрещаешь, как мне разговаривать. Я, блин, мне 50 лет, блин, нафиг, я за свою жизнь ни одного дня по-украински не говорил. Никто меня за это, блин, нафиг, ну, я не занимал никаких должностей, я всю жизнь рабочий. Мне совершенно не мешает то, что я всю жизнь разговаривал по-русски. Хоть во Львове. Посмотрите видео, я в отпуске был там, я во Львове, возле оперного театра, иду через толпы людей, разговариваю на русском. Кто-то на меня что-то крикнул, криво посмотрел, ударил там, я не знаю, что. Со мной идет рядом жена, ребенок, блин, подросток, понимаете. Тоже по-русски говорят. На что там, я не знаю. Какие нацисты, какие националисты, какие ущербнели русского языка. Это было вот в этом году. Когда? В этом году. В феврале месяце. 29 февраля я снимался на этом самом, на площади возле оперного театра. Не ведитесь на все эти языковые проблемы. Это чёс. У меня половина подразделения русскоязычных, ровно один в один человек, понимаешь. Один и половина русскоязычных, половина украиномовных. Ладно, что-то я начал с нацизма. Про нацизм разобрались, да? То есть, ну, украинцы, это, по-моему, более толерантные нации. Я не знаю. Причем именно, я же говорю, в политическом смысле. Потому что в 14-м году я когда воевал, у меня, мы, это все граждане Украины, это все мобилизованные или пошедшие в армию, пошли в ВСУ по своему желанию. То есть, у меня комбат белорус этнический. Старшина русский этнический. У меня был татарин. Грузин. Кстати, по-украински говорю. Ну, и сейчас говорит. Грузин, болгарин, чечен. Чеченец, я не знаю, как правильно. Это все мы были в одном подразделении, понимаешь? И все были за Украину воевали. О чем вы говорите? Причем здесь, блин, национализм, нацизм. Это такая шиза. То есть, саму какую-то... Свободу Украины. Не проймает. Спасибо. Спасибо.